В Розаевке начался судебный процесс. Против бывшей главы района Нины Яняткина обвиняют в использовании служебного положения в личных целях. Она просила подчиненных и коллег делать такие вещи, за которые те теперь могут угодить на скамью подсудимых. Рассказывает Людмила Кусерова. История с газопроводом одна из самых ярких в послужном списке Нины Яняткиной. Его подвели к дому экс-главы района в нарушении всех существующих правил и процедур. В 2014 году Нины Яняткина решила подвезти газ к своему новому дому на негазифицированной улице Филатова. Ее проблему в Розаевском Газпроме решили быстро. Вне очереди за счет энергетической компании, что самое удивительное, без каких-либо документов на окраинной улице города железнодорожников появился полноценный газопровод. К нему тогда еще нелегальному подключили только дом головы. Спустя год на строительство того же самого газопровода уже по специальной программе из бюджета республики было выделено еще 800 тысяч рублей. По сути дела деньги, но уже существующий объект. По данному факту Межрайонной прокуратуры было внесено представление в Совет депутатов Розаевского муниципального района о признании наличия факта конфликта интересов и решении вопросов вплоть до увольнения Няткиной с занимаемой должности главы района. Тогда представление было отклонено Розаевскими депутатами и вот они встретились в суде прокуратуры народные избранники, которые позволили чиновнице уйти от наказания и уволиться по собственному желанию. Главной ответчицы в зале нет. Без камеры депутаты признаются, что они люди подневольные и лишь выполняли приказы. А у нее после всех преступлений даже трудовая книжка чистая, в отличие от репутации. Судом решается вопрос о рассмотрении дела в отсутствии не явившегося ответчика и Няткиной, извещенной о времени и месте судебного заседания по месту регистрации. Среди, надлежащие на завещание ответчика, в суд не поступили. Пожалуйста, мнение лиц, участвующих в деле. Ваши не считают невозможно рассмотреть без присутствия ответчика. Кроме газа у Нины Няткиной был еще один инцидент, даже можно сказать эпизод. Она построила свой второй дом на чужой территории. Вместо того, чтобы решить спор по закону, попросила своих подчиненных переделать границу участков. Так Нина Няткина, по сути дела, ограбила жителей своего же района. И теперь вот не приходит в суд, чтобы ответить за свои поступки. Откладывается судебное заседание до 28 декабря до 14 часов. Участники процесса решили, что нет смысла разбираться в деле без главной фигурантки. Вполне возможно, что экс-глава Розаевского района будет тянуть время. Не исключено, что сошлется на занятость, ведь она по-прежнему занимает руководящую должность. И министру социальной защиты населения стоит быть поосторожнее с такой знаменитой кадровой единицей. Людмила Кусерова, Александр Данилов. Наши новости. Розаевка.